Ведущую роль в выпуске новостей мечтала взять на себя Екатеринбуженко Флюра Павлова, уже знакомая нам по началу программы. Ну а мы, напомню, отмечаем сверхплановую десятилетку, исполняя ваши желания. Вероника Новоселова придет на помощь в рубрике «Хочу и могу». Меня зовут Флюра. Я домохозяйка. Воспитываю троих детей. Всю жизнь мечтала быть ведущей телепередачи новостей. Меня зовут Вероника Новоселова. Я ведущая главных новостей Екатеринбурга. И я помогу Флюре оказаться по другую сторону экрана. Здравствуйте, Флюра. Я очень рада вас видеть. Но прежде чем сесть в эфир, нужно посидеть вот в этом кресле. Наш гример Ирина сделает вам макияж перед тем, как мы с вами пойдем в студию. Сделала вам глаза поярче, повыразительнее, потому что через экраны мониторов цвета съедаются. Поэтому выбираем натуральную гамму и делаем поярче. А насколько яркий макияж? Немного ярче, чем обычно в повседневной жизни. Идея возникла у нас со старшими детьми. То есть, когда мы увидели в новостях о исполнении желаний, старший сын предложил, говорит, а напиши, что ты хочешь побывать в роли ведущего. Почему бы и нет? Флюра, вы уже готовы? Да. Слушайте, ну вам сделали образ настоящий телеведущий. Волосы убраны, ничего мешать не будет. Вам привычно ваше отражение в зеркале? Необычно. Необычно? На самом деле, вот это самая спокойная часть. Вы можете расслабиться здесь, посидеть у гримера. Но сейчас пойдем в студию и там начнем уже работать. Ну это, собственно, студия, откуда мы выходим в прямой эфир. Здесь есть камеры, без которых никак не обойтись. Это суфлер. То есть, буквы бегут, вы за ним следите, читаете текст, который вы предварительно напишите сами. Потому что все-таки мы не говорящие головы. Мы сами пишем себе подводки к сюжетам. Здесь есть монитор. Здесь можно следить за сюжетами и, собственно, за тем, что происходит в студии, как вы выглядите. И там уже рабочее место, где все и происходит. Перед записью предлагаю не подкрепиться, как могли бы вы подумать, а немножечко наш речевой аппарат разогреть. Я приготовила орехи в фундук. Сейчас будем с вами говорить скороговорки. Знаете какие-нибудь? Что с нашей пассажей, пассажей и сосала шуточка. Пассажей она тоже ходила. На самом деле, будет еще сложнее, если вы немножечко орехов себе положите за обе щечки. Только не глотайте. Прям горсть берите. Не стесняйтесь. Побольше берите. Распределили пищиком? Мы с вами ужасно смешно усмотрим. Поехали. Кукушка-кушонка купила капюшон, надела кукушонок капюшон, капюшон, и он смешон. И я тоже смешна. Кукушка-кушонка купила капюшон, капюшон, и капюшонок смешон. Ну, это тоже смешно. На самом деле, фундук должен быть в кожуре, чтобы не было соблазна съесть. С этими орехами было сложновато, но щеки сами по себе как-то еще немножко слегка немевшие были. Смотрите, какая есть вещь. Это называется ухо. Ну, такой жаргон наш телевизионный. Для того, чтобы держать связь с режиссером, то есть во время эфира, мы все время на одной волне. Пюро, ты меня слышишь? Да, все слышу. Все, хорошо. Уже готов текст, на суфлер он выведен. Можно немножко потренироваться, чтобы к тексту привыкнуть, и потом уже будет у нас запись. На Бебеля прохожие теперь могут не бояться провала, а на Белинского не опасаться за свою голову. Ну, так как вот первый раз все равно видимо на страх, читала очень быстро, лишь бы, видимо, так, просто отчитаться. Все, можно выдыхать, потому что вы не дышали, я заметила, вы не моргали. Видимо, боялись текст потерять. Будет все хорошо, немножко монотонно получается, поэтому старайтесь голосом выделять главное слово в предложение, чтобы был смысл. Я желаю вам удачного эфира, чтобы вы почувствовали положительные эмоции от того процесса, который здесь происходит, чтобы магия телевидения на вас все-таки повлияла. Спасибо большое. На улицах Екатеринбурга стало безопаснее. На Бебеля прохожие теперь не могут бояться провала, а на Белинского не опасаться за свою голову. Об этом позаботился Юрий Шумков. Что теперь без труда можно достать из пруда, расскажет наш городской дозор. Ну что, мне кажется, вполне достойно. Поздравляю вас с эфирным крещением, Флюра. Вот что запомнилось, какие ощущения? Ну все довольно-таки здорово. Очень интересно было узнать всю жизнь внутри студии, как происходят вообще передачи, какие люди здесь вообще. Не волновались сейчас, когда вы в эфир выходите? Да, было волнение. То есть все равно это первый раз, это волнительно. Но немного волнения, это даже очень хорошо. Мы осуществили ваше желание в полной мере? Да, вполне достаточно. Вам огромное спасибо, удачи. Ну а сейчас у нас действительно рубрика «Городской дозор». Эту опору от ворот Нобелинского склонило время. Она стала опасной для проходящих. Надежда Ивановна обила все пороги, чтобы избавиться от угрозы. Не найдя ответственных, женщина решилась на крайние меры. У меня, знаете, даже пришла мысль, чтобы трактор нанять, чтобы его свалить. Но вмешиваться пенсионерке не пришлось. После нашего репортажа покатившийся столб, наконец, снесли. Как и в прошлый раз, мы обошли всех заинтересованных в этом проезде. Но никто в демонтаже опоры так и не сознался. Так что говорим спасибо рукотворному анониму. А городской пруд, жаловались отдыхающие, превратился в кладбище животных. В воде плавали тела кошек и собак. Специальная служба, занимающаяся уборкой, заверила нас, что очистит пруд от всего, что мутит воду. Встретив сегодня рыбака, мы сразу поинтересовались уловом. Это вот за час, ну где-то минут 30. Скажите, а вот кошечки, собачки не попадаются вам? Да нет, вроде. Мы обошли всю набережную и ничего страшного в воде не нашли. Помимо рыбы, из городского пруда можно вытащить еще ключ от одного из этих замков. Но кто ж станет разрывать семейные узы? А жители улицы Бибеля три года рисковали провалиться под землю. Именно столько времени этот колодец стоял открытым. Хождение по инстанциям не помогли. И тогда жители обратились в городской дозор. После нашего внимания к этой проблеме сразу нашелся собственник сетей. Чтобы решить вопрос, понадобилось лишь несколько минут. Уже на следующий день был установлен люк. Если на вашем пути повстречался открытый колодец, сообщительным следует квартальному инспектору. Телефон службы заказчика можно узнать в районной администрации. Юрий Шумков, Владимир Середа, городской дозор.